Фильм Банши и Нишерина за малым количеством локаций, за незначительностью, малостью всего происходящего, смог вместить большой пласт смыслов, полезных размышлений и идей, которые превосходят даже сам фильм. Отчего этот фильм превращается в подобие притчи, в загадочный ряд образов и событий, которые необходимо распаковать для лучшего их понимания? Давайте с самого начала. Первые кадры показывают, что фильм погружает нас в некий существующий порядок со своими путями и ограждениями. Первый герой, Падрик, явно наслаждается им. Мы узнаем, что у этого порядка есть закон в виде неответившего Падрику на приветствие полицейского. Ни разу я не сказал привет. Первый дом, что встречает нас в фильме, это дом Колма. Именно этот дом создает первое напряжение, нарушает идиллию, порядок острова, выражающиеся в удивлении окружающих и настроении Падрика. Колм, не с тобой? Нет. Похоже, что ссорились. Да, похоже, поссорились. Колом, объясняя причины, говорит такое. Меня тревожит то, что время ускользает от меня, Падрик. И я хочу потратить отведенное время, размышляя и сочиняя музыку. И постараться не слушать всякие глупости, которые ты на меня вываливаешь. Из этого разговора мы узнаем, что Колом, приближаясь к смерти, заимел желание что-то поменять и исправить в жизни своей. Он понял, что повседневность, в которой он существует, те, встретившие нас ограждения и пути, больше не дают ему жизни, движения, становления и развлечения. Причем это решение не было мгновенным, ниоткуда не появившимся. Оно росло еще задолго до этого. На днях ты два часа мне рассказывал о том, какие вещицы нашел в дерьме своего Освика. Два часа, Падрик. И в какой-то момент Колом понял, что начать новое без резких движений не получится. Что изменилось? Я изменился. Соответственно, он начинает следующий этап всех этих дорог и домов, отказываясь от общения с другом, который его с этой средой скреплял. Почему Падрик являлся скрепляющим элементом? Потому что герой его характеризует как глупого добряка. Ты просто добряк. Да, ты скорее просто добряк. Ты добряк. Он глупый, Шван. Глупый добряк – это тот, кто может здороваться с полицейским, с законом, который ему никогда не отвечает на приветствие. Это тот, кто поддерживает диалог с тем, кто в нем не заинтересован, как Кол. Падрик, который, я уверен, если мы представим их разговоры до фильма, показывал признаки надоедания Падриком, скуки с ним или недовольства. Падрик – это есть то основание и не Шерина, на котором соприкасаются множество людей разных направленностей, потому что он сам идет на нужные и ненужные разговоры, что показывает характеристика глупого добряка. Падрик – это фундамент, на котором держится контакт, поэтому нам показывают его соединенным с домашним скотом, ослами, коровами. Его домашность, внутренность подобна домашней природе. Ей скучно одной, Шван. Я говорила животным, место на улице. Они ходят по его дому, подъедают, бывают испражняются там. Мне вчера пришлось убирать ее в вязкое дерьмо по всему дому. Он живет так же, как они, то есть может связаться с любым из жителей и не Шерина. Большинство жителей представляют из себя неких NPC этой среды. То есть они не выходят за рамки заданной программы, не изменяются, не становятся, составляя костяк, присягнувший фундаменту и не Шерина. Те, кто выходят за рамки заданного порядка, они либо осуждают… На этом чертовом острове и так слишком много осуждают других. Либо избивают… Чем таким он тебя колотил? В конце чайником. Либо в чем-то подозревают. О чем ты говорила с парнем из лодки? Посмотрите, что является новостями для жителей. Тут один парень убил себя возле Росмака. Утопился в озере. 29 лет. Здоров как бык. Дурак. Здоровый индивид, себя утопивший, сразу становится дураком. Не делается даже попытки узнать причину его поступка. Еще один протестант, разумеется, убил свою жену в Леттеркене ножом шесть раз. Протестант, который режет жену, в религии которого, грубо говоря, делается больше акцент на отдельного индивида, в отличие от католичества, тоже является новостью. Можно сказать, услады для ушей людей этого порядка. Новость, ставящая этот закон и существующее положение под сомнение, всячески отвергаются и оправдываются. Отец Доминика Керни в субботу забил его чайником до бесчувствия. Как вам новости? Этот Доминик, маленький гаденыш. Да какие это новости? Дерьмо одно, а не новости. Доводя описание общества и Нишерина до конца, мы узнаем, что закону в лице полицейского доставляет удовольствие казнь. Всегда хотел увидеть казнь. А ты? Потому что казнь – это всегда высшая точка демонстрации силы закона, надзорного порядка. Отнятие самой возможности повлиять на судьбу общества. Плюсом к этому нам дают информацию, что этот полицейский уже убивал. Хотя однажды он убил человека. Теперь давайте разберем то, что вносит Колум. Колум, приостанавливая свои прошлые отношения с Падриком, начинает творить музыку и больше раздумывать в одиночестве, на берегу. Причем режиссер не ставит акцента на том, что музыка, которую он начинает создавать, прекрасна или очень талантлива. Нет, она просто делается и все. Колум чувствует за это гордость. Ну и гордыня, пожалуй, хотя я никогда не считал ее грехом, но все же. И появляется жизненный энтузиазм, то есть в жизнь входит развлечение. Не волнуйся, я просто развлекаюсь, оттягивая неизбежное. Ставится акцент на его отношениях с собакой, о которой так отзывается Падрик. Ты луч света в его сердце. Это также показательный момент, потому что домашнее животное, собака-кот, для человека, творящего что-либо, зачастую лучше другого человека. Если другой человек будет оттягивать внимание на свое мнение, на свое присутствие, будет накидывать на вас свой омут личного опыта и, в конце концов, с еще одним присутствующим сознанием необходимо будет считаться, то собака, лишенная высокоорганизованной психики, создает свободное пространство для одного единственного, никак не замещает его собой, а только отдает ему свою приятную компанию, не оспорит, не посмотрит криво, не усомнится, не рассмеется, но всегда воспримет и выслушает. Общество воспринимает Колма как заболевшего, странно ведущего свою жизнь. Мы с сестрой поговорили и решили, что у тебя, возможно, депрессия, Колм. Пальцы! Он серьезно настроен. Еще как! По глазам видно, что серьезно. Все потому, что считает тебя глупым? Это слишком. Мне кажется, ты болен, Колм. Эта болезнь в своем пике выразилась в отрезании собственных пальцев. Тех частей, которыми он играл свою музыку. На самом деле, японский дискурс начался еще с демонстрации нам маски, которую Падрик примерил в доме Колма. Ритуал отрезания пальцев, когда японцы еще воевали на мечах, показывал приверженность организации, в которой участвуешь, свою зависимость от других, потому что человек уже не может так ловко обращаться с мечом. В то же время, это дар себя коллективу. Так и здесь. Колм, начав проявлять свою индивидуальность, отстраняясь от всеобщности, начинает своей индивидуальностью делиться. В особенности, со своим лучшим другом Падриком, показывая, что он все еще житель Нешерина, что он все еще привержен этой домашней среде. Ходит в церковь, в бар, так сказать, участвует в общей жизни и хочет ей только благо. Эта среда, под воздействием нового поведения одного, стремительно начинает изменяться. Во-первых, это Шиван. На острове она не находит себе места, он ей не принадлежит. Да вы все тут такие зануды, что тошно. Обижаетесь из-за каких-то долбанных мелочей. Вы все чертовы зануды! На этой локации она не находит себе воплощения. Это видит и Колм. Ты меня понимаешь. Разве нет? Разве нет? А ты нет? Да, ты тоже. Она не хочет сливаться с этой средой, родниться с ней. Ты мне никогда ничего не рассказываешь. Шиван и Колм здесь одной природы. Она читает книги, то есть, по крайней мере, знает многое об искусстве и о своей личности. Книги не помещаются. У меня только они и есть. Она не жената, потому что видит идеал, который еще не был найден. Она индивид не слитый с природой, с Анишерином. Именно поэтому она отказывает Доминику. Есть момент, где Доминик ее спрашивает. Ты не была дикой? Дикой? Была ли я когда-нибудь дикой? Я тебя не понимаю, Доминик. Я не знаю, что значит дикой. Это какой? Злой? То есть, это явная характеристика ее постоянной собранности в себе, в своей индивидуальности, не присягнувшей порядку Анишерина. Она успешно уезжает, благодаря запущенным Колмом процессам. Так сказать, благодаря его искренне подаренным пальцам. Еще более кардинально меняется жизнь Доминика. Доминик с самого начала тянулся к Шиван, потому что она другая, она индивидуальна. Ему требовался ее воздух, чтобы вырваться из жизни, где над ним происходит насилие несправедливым законом. Когда Падрик совершает поступок, ставящий его на одно место с полицейским, со средой, когда он придает свое звание добряка, умеющего контактировать со всеми, мы далее еще о нем поговорим, то Доминик отворачивается от него. Но почему трагедия случается только с Домиником? Почему он погибает? Трагедия Доминика в том, что он сын полицейского, который уничтожает любые его индивидуальные проявления, которые, кстати, должны проявляться в молодом возрасте в приличном количестве. При этом Доминик видит, что полицейский сам позволяет себе поведение, выходящее за рамки закона. Например, битье сына, пьянство и демонстрации себя голым. Папа сказал, что убьет тебя за то, что ты сболтнул, будто он меня лупит. Обостряется это тем, что роль отца должна поучать, а роль сына – перенимать старший пример. В психологии такая ситуация называется термином «дабл-байнд» – трансляция другому противоречивых моделей поведения, что грозит шизофренией или безвыходной ситуацией – суицидом. Последнее и происходит. Когда он разочаровывается в доброте, в теплом приюте, который ему создавал падрик, он отправляется к воде. Когда он случайно встретился с Шиван на берегу, он уже шел на самоубийство, о чем говорят эти фразы. Я, наверное, пойду, сделаю то, что собирался там сделать. Посмотрите, как отчетливо лицо Доминика передает его следующий шаг – его осознание своего будущего поступка. Вот и ушла мечта. Ну, я, наверное, пойду, сделаю то, что собирался там сделать. Его дом несет ему противоречия. Падрик изменяется в своем характере, а Шиван уезжает. У него не остается ничего, только смерть. Итак, как же изменяется Падрик? Сначала он видит несправедливого полицейского, несправедливые законы и восстает против него, чем заполучает небольшую поддержку Колма. Далее выпивший Падрик решает высказать свою позицию Колму. Знаешь, каким ты был раньше? Нет, Падрик, каким я был раньше. Но и добрым! Заходит вопрос о важности доброты и вечных произведений искусства. Этот спор не выигрывает никто, потому что без доброты здесь и сейчас, без состоявшегося Енишерина с его людьми, не может появиться человек искусства, гений. Потому что для создания искусства нужно время, и большой или малый уют, так же, как нужно время тем, кто будет это искусство оценивать. Пьяный Падрик – это почти то же самое, что заболевший Колм, только со стороны всеобщего. Да, ты скорее просто добряк. Только никогда пьяный. Да, только никогда пьяный. В этом состоянии он резко может говорить общественную правду. Теперь он точно обозначает отношение к закону, а не намекает, как делал это прежде. И посмотрите на реакцию Колма. Эта позиция роднит его с Коломом, отчего он ему и нравится. Единственное отличие, что Колм стоит на своей позиции осознанно, а Падрик совершает это трансово. Что далее и пытается исправить Падрик. Он совершает осознанный поступок, якобы, как он сам считает, показывающий его с другой, пьяной, стороны без налета излишней глупости и добрости. Может, я меняюсь? Возможно, это новое. Но получается так, что, совершив недобрый поступок, он показывает, что осознанно он все еще привержен шатающемуся фундаменту Ини Шерина. По сути, этим поступком встает на одну позицию с полицейским законом, отчего сразу отворачивается Доминик. Сказал, что его батя сбил фургоны, чтобы поспешил домой, иначе тот умрет. Звучит, как довольно гнусный поступок. Домашнее в лице Падрика, считайте народ, пожелав измениться, не сможет этого сделать без достаточной доли созданного искусства, без достаточного количества пальцев колма. Любимая ослица Падрика съедает палец колма и умирает. Расшифровывается это как связующий фундамент Ини Шерина напитался индивидуальными стремлениями колма и погиб, потому что домашнего больше нет. Искусство поставило Ини Шерин на порог нового этапа жизни. К этому Падрик разбивает свое отражение. Об этом также говорит удар полицейского и со стороны колма. Это полный сброс законов. Круг замыкается, когда сжигается дом колма, тот первый нарушивший идиллию дом, откуда Ини Шерин получал свои изменения, откуда мы начинали свой зрительский путь. Падрик сжигает его, потому что этот дом искусства, где колм постоянно смотрел на новые горизонты, также уже не нужен. Искусство сделало свое дело. Падрик и связующая домашняя стала совершенно иным. Не то чтобы равным, но встала на одну ступень с индивидом колмом, догнала его в своих взорах. Поэтому теперь не только колм лицезреет с берега океан возможностей, но и Падрик смотрит вдаль с уверенностью в самом себе. На фоне всех событий рядом происходила гражданская война, и это множество раз подчеркивалось. Если война это не только идейное, но уже и материальное соприкосновение конфликтных сторон, то на Ини Шерине мы увидели только противостояние идей, потому что каждый персонаж каждый ключевой элемент представлял из себя символ, закон, искусство и домашний народ. Эти события могут быть как предвестником большой войны, так и новым существованием, без необходимости применять явную силу. В этом случае более вероятен последний вариант, потому что герои в конце нашли согласие по привычным вещам. От старых привычек не отказаться. И я думаю, это хорошо. А привычная у них это размеренная жизнь на Ини Шерине. В таком случае произошла альтернатива войне, которую показал режиссер. Как искусство одного индивида создало целый ряд основательных изменений, ускорило открытие подлинности пространства и людей. Как музыка под наименованием Банши и Ини Шерина Как называется? Банши и Ини Шерина Как вариант Произвела в итоге две смерти, предсказанные старой Банши. Смерть придет в Ини Шерин до конца месяца. Может быть, даже две смерти. Это Доминик и прошлый Падрик. Среда обновилась, и Ини Шерин поменялся. Искусство опередило войну. Старая Банша и Ини Шерина, по поверьям ирландцев, часто выступающая покровительницей рода, в течение фильма перемещалась по принадлежащей ей зоне и напоминала о себе, о смертях в кризисный момент. Она делала это так же, как распространялось одно незначительное стремление Колома написать памятную мелодию. Музыка об Ини Шерине стала мифом, а миф прошел через музыку. Эта единая вечная, которая пронзила жизнь мирскую, теперь отдыхает вместе с героями и созерцает новые горизонты мира. Музыка об Ини Шерине